хоба привет с вами доктор влад давненько я отсюда не вещал что-то все тут у меня поменялось уже несколько раз windows переустанавливалась почему-то ну смысле там какие-то апдейты вот ну ладно вроде видно меня так немножко да я почему собственно сегодня решила отсюда выступить мне одна тетя написала что о вы поправились ну да я поправился на несколько килов вот как бросил курить до жор вообще невероятный сейчас немножко поменьше вот сейчас месяц прошел там полтора но все равно кушать равно хочется как говорил верблюд чтобы там не говорили но пить все равно хочется вот то же самое у меня ну ладно поправился и вот она сказала что интересно было бы посмотреть вас на вот этом тренажере на беговой дорожке на трейдмиле как вы дышите ну дышу вроде вот но сейчас обычная скорость у меня 3.8 на которой я вещаю вроде нормально если так по себе то ну вот если длинный 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 подъем мы собаками когда гуляем там есть в одном месте вот у меня немножечко так ха-ха-ха а дышечка появляется вот конечно надо сгонять но ребята каждое дело нужно делать в один в одно время сначала надо бросить курить потом уже худеть пока я еще во иногда хочется сильно особенно когда понервничаешь ну ладно тема ну прежде чем я в тему войду вот я хочу вам рассказать тут или я уже рассказывал или нет не помню неважно тут вот соседней деревне мы сегодня собаками опять гуляли раньше я не видел но мы туда не ходили просто никогда чуть подальше еще дальше вот раньше мы вообще до дороги ходили потом начали дорогу переходить а потом вторую дорогу начали переходить и вот там я обратил внимание интересная вещь на столбике ну вот как почтовые ящики у нас да на таком же столбике возле дома стоит такая коробочка ну где-то ну не знаю кубик 50 на 50 на 50 сантиметров вот и внутри две полки а снаружи стеклянные такие дверцы да вот и внутри книжки стоят в два ряда и написано что это наша библиотека деревенская берите книжки кладите их назад мне понравилось ну с другой стороны это не новое изобретение я помню я в подмосковье когда жил в орудиево совершенно пьяная деревня там ну так повезло мне в кавычках да что я туда попал и вот там все равно народ ну была вот такая библиотека я все равно народ читал вот у русских это неискоренимо дать русские любят читать как ни странно ну почему странно ну любит и все неважно у моей одной жены был мужик насквозь пропитой да еще и игроман но каждый день он в электричке доставал книгу и читал вот да о чем я говорил вот в орудии вот там ну там библиотека была такая вот как бы условная да были какие-то общие книжки вот они ходили по деревне а где книжка вот такая довольно того да нет у меня уже нет я вот тому отдал и так далее а есть просто вот ящик такой аккуратненький но говорите по книжной полке там книги стоят я еще думаю надо это принести то у меня тут есть пара книжек американских не читаю вот но я где-то взял но не стал читать где-то я взял их на этом на гараж селе вот ладно но тема сегодня совершенно иная сегодня тема я вчера там с одной тетей вчера или позавчера с одной тетей заспорил у себя на канале как лучше знакомиться ну вот она утверждает что лучше знакомиться на земле а я утверждаю что лучше знакомиться в эфире в интернете в чем разница ну да она права на земле ты сразу видишь человека вот это ту гораздо более наглядно ну хотя сейчас тоже в интернете skype есть и все такое прочее но на земле нагляднее тут слов нет ребята да сразу ты увидишь может даже пощупать прикоснуться почувствовать дыхание почувствовать запах от человека ох надо про запахи опять ролик сделать где бы мне записать негде ну ладно неважно очень популярная тема запахи от человека ну так и вот да на земле можно ну есть одно но она перевешивает все ну вот как часто вы можете охотиться фу охотиться это слово хорошее да за женихом как часто вы можете знакомиться на земле ну ребят ну часто бывают праздники когда люди собираются да там дни рождения свадьбы ну на свадьбах знакомиться бесполезно это там сплошной секс ну вы знаете без меня ну на чем-то дни рождения или там что-то еще ведь эти праздники бывают не так часто понимаете на улице знакомиться ребята но это это надо иметь соответствующий характер а у кого такой есть характер знакомиться на улице они давным-давно уже познакомились вот или где-то в метро в электричке не знаю не не каждая девушка на это способна парень может и способны какие-то знаете вот есть специалисты снимать снимать девочек да вот с такими знакомиться на себя не уважать конечно вот а в интернете можно знакомиться хоть круглые сутки но круглые сутки может быть и не обязательно но когда у вас есть свободное время познакомились вот и в конце концов мы всегда же можно договориться в интернете о личной встрече вот чем дело и тогда уже посмотрите а перед этим чтобы не терять попусту время вот при встрече уже все про него узнавайте требуйте документов ну чё тут такого покажи мне свой паспорт не хочешь ну до свидания девчонки я основном девчонкам обращаюсь парням тут проще девчонки никогда не стесняйтесь а учета он обо мне подумает слушайте плевать на него это только лицо на экране вот подумает один подумает второй подумает а третий думать не будет скажет да ты молодец вот так вот не думайте не стесняйтесь ни в коем случае ну кстати я вот про парней вспомнил но пожалуй это уже относится к парням и девчонкам я просто одного парня вспомнил который меня вот из той знаменитой пятерки да пытался познакомиться вот он он все время искал девчонок в интернете ярких сочных вот и все время обламывался ну по переписывается там не знаю пару дней она у него просит каких-то денег вот мне нужно купить принтер срочно что-то там распечатать да господи я ему объясняю что с американками да что это все вранье вон поди в любой магазин там я не помню где в марте или где-то еще там за копейки можешь целую стопку распечатать вот есть срочно нужен принтер деньги там вышли 100 долларов или что-то в этом роде он все время нарывался да и эта тема действительно серьезная очень много жуликов страшное количество жуликов ну во первых я вам уже сто раз говорил и это действительно во первых если вы сомневаетесь нормально это парень или девчонка 0 там бабушка дедушка мужчина женщина обращайтесь ко мне я таких вычисляю очень просто я конечно не шерлок холмс но людей знаю мало того но можно же фотографии можно всегда пробить по гуглу это делается элементарно вот если таких фотографий в интернете полно да еще разные имена дыкну ясно что там нечем дышать мало того эти фотографии вот ну вашего возлюбленного могут встретиться опять же в интернете вы кликайте и попадаете на форум где девчонки обсуждают да да я этого тоже знаю вода дал мне тоже предлагал там машину яхту самолет и так далее ну если в общем и целом эта работа сложная найти жениха вот но тем не менее ребята девчонки я подчеркиваю что сейчас есть интернет раньше такого не было раньше девчонки все сидели по уголкам и если она скромная она вышли и не увидите скромных то не видно вот часто говорят что а там вот как не зайдешь там все сплошные и журики и какие-то там на одну ночь познакомиться там и так далее да вот да так всегда было выйдешь на улицу вон они все какие яркие а почему а тем более пойдешь там ну как это дискотека да вот там все яркие а почему потому что скромные нормальные девчонки сидят по домам но я не хочу сказать что все ненормальные ходят на дискотеку но тем не менее все таки по уровню скромности да ну вот так в общем я во первых я наговорил сколько 10 минут но нормально вот а во вторых общий вывод какой ребята девчонки пишите мне если вы сомневаетесь в своем избраннике через интернет хотя бы это но лучше всего просто вот ссылочку дайте мне вот такой вот что вы о нем думаете доктор ну я сразу скажу что вы пара или не пара а мы так далее это действительно для меня не сложно всего хорошего до свидания доктор улад с вами пока